ну вот это точно супер маленький на самом деле я немного разочарована распаковывали распаковывали запрещенка басбращёнка друзья сегодня не просто так я говорю вот эти не очень умные фразочки потому что сегодня будет не совсем типичный выпуск с распаковкой сегодня мы будем запаковывать товар и отправлять его обратно в магазин не так давно на сайте чендема я заказала себе вот такие два мешка для игрушек я посмотрела вроде размеры и вот этот вот мешок высоту меня абсолютно устраивает но в конечном итоге они оказались гораздо меньше чем я себе это представляю в объеме по дну он оказался очень узким и поэтому он совершенно не подходит под те функции которые я предполагала я хотела в нем хранить футбольные мячи но вот этот вот малыш тоже я предполагала что будет как-то побольше каких-то таких вот хотя бы размеров я очень долго думала возвращать эти товары обратно или нет и в конечном итоге решила все-таки возвращать сейчас я вместе с вами заполню все бланки пройду полностью поэтапно весь путь от заполнения до отправки товара и вместе мы проверим возможно ли вернуть эти мешки обратно или нет при учете что товар я получила две с половиной недели назад погнали пока вот этого малыша уберу сюда а вот здесь вот у нас помимо всякого мусора лежит упаковка которой пришли эти мешки здесь же такой вот бланк возврата с отрезанной штучкой помимо того что на сайте можно найти инструкцию по возврату товара есть вот такой вот бланк с инструкцией шаг 1 оторвите бланк возврата и укажите код точно отписывающий причину возврата укажите дату доставки сумму подлежащую компенсации и поставьте вашу подпись второе вложите бланк возврата вместе с возвращенными товарами в исходную упаковку хорошо что я сохранил упаковку свяжитесь с компанией сдэк потому что сдэк доставляла нам по телефону для организации сбора возврата по остальным вопросам обращайтесь по телефону электронной почте chdm собака сдэк точка ру во первых хочу сказать что мне очень нравится в данной инструкции что мне не нужно идти на почту ненавижу почту особенно наше отделение во вторых очень круто что они написали эту инструкцию потому что у тех кто как я это делает первый раз всегда естественно стоит вопрос а чё блин делать когда мы получили ненужный нам товар и мы его хотим вернуть в общем погнали заполнять что уж говорить зайки конечно милые очень ничего не скажешь в общем-то меня вполне устраивают единственное но в общем вышел с этими размерами хочу все таки вот эту вот часть вернуть а потом купить себе действительно то что мне нужно на всякий случай я открою себе инструкцию на сайте чем демо от возврату слишком маленький размер модели да вот именно это мне подходит здесь вот как раз перечислены коды укажите код возврата я свой отмечу слишком маленький размер модели именно этот пункт и явился причиной того что я причиной того что я действительно хочу вернуть этот товар вот дата доставки у нас была две недели назад так дата доставки подпись вот она сумма компенсации написано вот я сейчас как раз напишу вот вот сюда тысяча восемьсот девяносто семь рублей ничего непонятно я по-моему не указывала свои банковские реквизиты на всякий случай я не буду здесь ставить галку я оплачивала нас курьеру онлайн оплатой поэтому я думаю что мне позвонят и о дальнейших своих действиях я узнаю смотрите я указала в стать дела кружочком но код возврата насколько я понимаю нужно прописать вот здесь вот как раз я его прописываю код возврата один код возврата два я пишу по единичке потому что у меня две корзины количество строк и так понимаю соответствует тому что вы заказывали то есть соответственно я здесь должна указать причину по каждому товаров и соответственно по количестве вещей которых я заказываю например заказала себе три купальника одной модели но трех разных размеров соответственно я буду по каждому из них возвращать в определенном количестве я думаю что я наконец-то разобралась сейчас я отрежу вот этот вот кусочек прям по линии сгиба и отрежу. У меня теперь две части бланка. По инструкции вложите бланк возврата вместе с возвращенными товарами в исходную упаковку. У меня даже прозрачные пакеты сохранились. Первый готов. Даже чеки все остались на месте. Сейчас суши его упакуем. Теперь берем пакет. Единственное, я себе сейчас выпишу номер телефона. Телефон записан. Бланк отправился в упаковку. Наклейте на исходную упаковку библику предварительно распечатанным адресом. Каким еще адресом? Где я должна распечатать этот адрес? Не понятно. Здесь нашла какой-то адрес. Да короче, ребят, я просто позвоню им. О, ребят, я нашла адрес для возврата Почты России. Вот здесь вот в краешку написан адрес возврата. Я вооружилась скотчем и ножницами, потому что у меня нет дома принтера. Я не могу распечатать и ждать. Я тоже не могу. Поэтому я просто перепишу адрес здесь курьерской службы и отправлю так. Все. Записала. Вот здесь был мой адрес. Я его зачерпнула. Вот сюда поставила адрес возврата. Надеюсь, что я все сделала правильно. Все правильно запаковала. Сейчас мы с вами будем звонить и вызывать курьера. Официально, кстати, хочу сказать, что звуки запаковки не менее приятные, чем звуки распаковки. У меня был записан здесь номер с ДЭКа. Извините, поселение в данный момент занято. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Класс. Сейчас мы еще замучимся вызывать курьера. Здравствуйте, Константин. Я бы хотела заказать курьера для того, чтобы вернуть товары ЧНДМ. В каком городе вы находитесь? В Москве. Удобно, если курьер Мария завтра здесь сидит. Да, пускай приезжает. Заканта, пожалуйста, не упаковывайте, так как курьеры проверяют, чтобы ничего запрещенного не было. Потому что перед тебе вам необходимо поиздевить. Нет, все, спасибо большое. В общем, ребят, не повторяйте моих ошибок, потому что оказалось после звонка вызова курьера, что посылку не надо запаковывать полностью, как это сделала я, потому что курьер проверяет ее на то, что в посылке нет никаких запрещенных вещей. Поэтому мы посылку сейчас раскроем и будем окончательно запаковывать ее, по всей видимости, тогда, когда приедет курьер. А курьер к нам приедет завтра. Здравствуйте, Максим, меня зовут Яна, я делала возврат товара уже почти месяц назад. Мне говорили, что деньги должны вернуть, деньги не вернулись. Уже прошло больше, гораздо 10 дней. Мы отправились до 16 июля, до 16 ноября на банковский домосказ в Казахстане. Угу. Мы решили, что здесь нужно, чтобы прочие поселения наделали. Давайте это проверяли. В Сбербанке? Да. В Сбербанке забывайте, что попадает. Мне, ну, как бы, никаких уведомлений абсолютно точно не приходило. А, все, вот, увидела. Спасибо, хорошо. Итого получается, что 16 ноября мне деньги на счеты вернули. То есть они есть указаны в моей банковской выписке, но почему-то мне не пришло уведомление на карту. Я обычно слежу за тем, сколько денег у меня на карте. Я не помню, если честно, уведомлений. Но, так или иначе, все-таки, если эта цифра есть, значит, все-таки деньги вернулись. Соответственно, момента получения товара, ну, прошло чуть больше, чем 10 дней. Прошло 12 дней, фактически, от того момента, когда H&M получил мой товар, деньги пришли ко мне на счет. 1897 рублей полностью сумма заказа. То есть получается, что у меня не вычитали сумму доставки возврата товара, как это написано в условиях. Ну, или я их просто неправильно поняла. Деньги вернули. История достаточно долгая, но все-таки возможно. Поэтому пользуйтесь. Я надеюсь, что у вас это тоже будет проходить максимально просто и без всяких трудностей. Потому что на форумах разных я почитала, что люди просто ждут какое-то катастрофическое количество времени, возврата денег. В общем, на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй это видео, какие вы товары возвращали, насколько удачно или нет это проходило. И то, что бы вы еще хотели заказать вместе со мной. Увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока-пока.